Данный сюжет создан при финансовой поддержке Центра семейной стоматологии Дентика в качестве подарка жителям Бреста и гостям города с целью популяризации истории нашего края и улучшения туристического микроклимата в преддверии большого праздника – Тысячелетия города. Сегодня на различных аукционах и блошинных рынках можно встретить в продаже как целые фотоальбомы, так и отдельные фотографии военнослужащих Третьего рейха. Это военная техника армейского корпуса во внутреннем дворе цитадели Брестской крепости с сентября 1939 года. Нацистская власть поощряла любительскую фотографию, в частности для того, чтобы немцы могли запечатлеть прелести жизни при Гитлере для потомков. Поддержка шла на государственном уровне. Это касалось и производства фотоаппаратов, и искусственного снижения цен на них. Устраивались специальные обучающие курсы, издавались учебники по фотографии, проводились конкурсы. В годы Второй мировой войны многие брали фотоаппараты с собой на фронт. Это железнодорожный мост через реку Бук 22 июня 1941 года. То, как хранились и хранятся в сегодняшних семьях фотографии нацистской эпохи, говорит нам о разном отношении следующих поколений к прошлому своей семьи. Особенно, если она как-то была замешана в преступлениях гитлеровского режима. Поскольку то поколение постепенно уходит из жизни, большинство немцев, желающих узнать о военном прошлом своей семьи, но не слышавших рассказов от первого лица, вынуждены опираться на фотоальбомы. Это крепость Брест-Литовский, июнь 1941 года. Многие держат фотоальбомы дома, не обращая на них особого внимания. Говоря о войне, зачастую рассказывают историю о собственных страданиях, авианалетах, родственниках погибших на фронте или попавших в плен. Это пленные защитники крепости Брест-Литовск у южных Хельмских ворот июнь 1941 года. Но есть и те, кто не хочет связывать свое семейное прошлое с прошедшей войной и геноцидом многих людей по национальному признаку, и предпочитают продать такой альбом или некоторые фотографии из него. Довольно часто это касается фотографий из так называемого русского альбома, где чаще запечатлена агрессивная война на уничтожение. Это лагерь советских военнопленных на территории колонии Варбурга, Брест, 1941 год. Покупать или нет такие фотографии? Как правило, снимки, сделанные во время восточного похода, стоят немалых денег. А фотографии с подписью «Брест-Литовск» порой достигают астрономических сумм. Безусловно, это личное дело и личные деньги как коллекционеров, так и тех, кто занимается военной историей нашего города и государства в период 1939 по 1944 годы. Но многие снимки позволяют увидеть в неприятных, а подчас и трагических событиях новые исторические факты из жизни нашего города, переосмысляя прошедшее почти 80 лет назад.